Национальная премия в этом году проходит с каким-то особенным размахом. Уже буквально у входа гостей встречают сначала вот этот стенд, у которого можно сделать фото. А уже чуть дальше милые девушки раздают подобные милые премиесы, гуляги. Символ Болга-радио. Я тоже теперь причастна. Не хочет. Спасибо. И если когда-то в начале эта премия носила такой характер некого музыкального капустника, то теперь это уже настоящий перформанс. Национальная премия Болга-радио в Татарстане – событие не менее заметное, чем какая-нибудь громкая и давно ожидаемая премьера. Тем более, что программа в этом году была едва ли не самой насыщенной за последние несколько лет. Началось все с того, что в полной темноте расцвела настоящая неоновая жизнь. Самые яркие воспоминания у зрителей оставили огромные, переливающиеся всеми цветами радуги, инсталляции. Ну и, конечно, сами артисты. Очень масштабное шоу. Я хожу каждый год, говорю же. Я вот заметила, с каждым годом у нас все лучше и лучше. Советую всем приходить. Развивается. Молодых артистов очень много. Очень красиво они поют. Вообще очень-очень нравится нам. Это единственная по-настоящему народная музыкальная премия для представителей татарской эстрады. Самый волнительный момент – объявление лауреатов. Исполнителем года была признана Гузель Уразова. Победителем в номинации «Легенды татарской эстрады» в этом году стал Рафаэль Ильяцов. Винарис стал самым целеустремленным артистом. За все существование премии он едва может удержать все свои золотые звезды. Их насчитывается сразу три. Человек, который сам, без всяких вложений, без всяких спонсоров, вылез, слава Богу, на сцену. Спасибо большое зрителям за то, что меня признали, которые голосовали, которые радовались тому, что мое творчество идет вперед. Гальдыния Хайрулина тоже на премии не впервые. На этот раз номинация одна из почетных – «Любовь зрителей». Артистка прошла испытание народным голосованием. Песня полюбилась слушателям с первой ноты. Награду воспринимает как аванс. Стимул еще лучше работать, больше работать. Поэтому я очень благодарна «Булгарадиус», «ТНБ». И вот они нас связывают с зрителем. Я вам сыграю музыку, которая написана к спектаклю, к спектаклю «Катайм Синне» в ожидании. Инструментальная музыка в татарской эстраде – поистине новое направление для премии этого года. За несколько дней до награждения Эмиль Низамов признается, что для него это не просто награда, это возможность встретиться со своим зрителем. С зрителем, о котором он, быть может, и не подозревал. Кто-то знает мои эстрадные песни, инструментальную музыку, которая вообще изначально была написана для какого-нибудь спектакля. Поэтому мне кажется, это очень закономерно, что я именно попал сюда как композитор, работающий в этом жанре. А это еще одна из площадок, именно направленных на национальную эстрадскую музыку. Поэтому для меня это очень интересно и очень важно, чтобы встретиться со своим зрителем, с другим своим зрителем. Потому что вот даже я сказал про театр, но театральный зритель – это один зритель, а концертный зритель – это немножко другой зритель. Отмечать и замечать не только тех, кто презентует песню, но и тех, кто остается за кадром. Коронный знак премии «Болго-радио». Выдвижение на национальную премию – это самый большой праздник, который может быть у исполнителя, автора или композитора. Потому что это выдвижение людьми, которые к музыке имеют прямое отношение. По сути, твоими товарищами, которые иной раз и твои конкуренты. При подготовке мы старались учитывать мнение не только таких аксакалов татарской музыки, то есть я имею в виду членов нашего жюри, но и слушателей «Болго-радио», зрителей ТНВ. Которые голосуют через телерадиопроект «Хайнархит». То есть все лауреаты «Хайнархит» автоматически становятся и лауреатами «Мили Музыкаль премиеса». Когда даже объявляли артистов, говорили там разные титулы их, разные премии, но «Болго-радио» в этом не звучало. Но уже вот я начал замечать, в последние годы статус премии растет, и когда уже певец выходит на сцену, его объявляют как лауреат «Болго-радио» в «Мили Музыкаль премиеса». «Болго-радио» — это радио золотых хитов. И во время церемонии награждения мы вспоминаем и ушедших от нас певцов, чтим их память, у нас звучат и ретро-песни во время концерта. «Ну-ка, ну-ка, ребят, скажите мне на камеру, нет, не скажете? Пусть народ решает. Вот весь, это же игровой кусок был». О масштабе можно судить уже по кадрам, сделанным во время генеральной репетиции. Открывается праздник со светового представления, но самое сложное испытание, помимо испытания зрителям, изучить все до деталей. Встать в нужном месте, нужная нота в нужное время. Это не просто концерт, а музыкальное шоу, графические интерактивы, аранжировка и современная хореография. «Даже вот были такие случаи, когда мы выступали, после концерта приходили, вот у нас, вот наша семья должна была расстаться, а мы задали песню, послушали песню и мы остались вместе». Как-то она стала популярной. Народ ее полюбил, она стала королевой всех хит-парадов. Да, такая вот популярная стала, я сам даже не ожидал. Песня должна приносить положительные эмоции, чтобы люди отдыхали, просто расслаблялись, просто слушали, просто наслаждались произведением. Вот как, в данном случае песней, да. И задача была такая, чтобы люди могли просто расслабиться под эту песню и потанцевать. Традиционно прошли награждения в номинациях «Самый народный певец» за возрождение татарской песни «Открытие года», «Семейный дуэт года» и «Народная любовь». Свои награды лауреаты уже могут вешать в гримерной. А вот зрителям самое главное – сохранить впечатление. Концерт продлился 4 часа. Посмотреть на представление пришли сотни людей. Зал был наполнен до отказа. И даже в завершении на экране еще долго горела звезда, как символ того, что праздник хоть и закончился, но обязательно вернется. Диляра Ясупова, Андрей Молхов и Роман Безменов «Семь дней». Все выпуски программы «Семь дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.